Мы предлагали нашим телезрителям пройти опрос. Боюсь результатов. Тем не менее, я их сейчас озвучу. Мы просили рассказать о том, чем вы лечите больное горло. И вот результаты как раз сейчас передо мной. Итак, в большинстве своем, например, на 67% полощут горло и обрабатывают хлоргексидином, йодом. Антисептиками. Да. И другими препаратами. На втором месте у нас рассасывание леденцов и постилок. На третьем месте прогревание горячим питьем и ингаляциями. Ну, совсем немногие, буквально 4% принимают обезболивающее. Но знаете, что самое интересное? Мы же предлагали свой вариант лечения предоставить. И мне хочется, чтобы вы как раз эти варианты прокомментировали. Потому что я тоже часто о них слышу. Чем лечите? Мороженым. Так. Пальцы загибают. Давайте все-таки сразу комментируем. Горький шоколад. Как вам? Я могу прокомментировать, друзья. Да, тут есть слово. Вы это даже комментировать не хотите? Значит, что еще? Есть еще что-то? Ну, подожди, давай сначала с мороженым, с горьким шоколадом разберемся. Значит, история в неком спазмолитическом действии. То есть, якобы холодное, резко холодное спазмирует глотку, спазмирует сосуду и боль уходит. Но почему-то люди как-то не отождествляют, не понимают, в каком мы живем климатической зоне. Может быть, для другого региона, для другого континента это будет эффективно, но никак не для Российской Федерации. Тем более, в нынешнюю погоду нет шоколада. Да, горький шоколад вообще первый раз. Это является питательной средой для микрофлоры. Туда же относится молоко, туда же относятся дрожжеподобные соединения, ну, квас, например. И полоскать, и пить квас, и пить молоко в это время не рекомендуется.